новая система платон задела наших жителей заживое что неудивительно ведь повышение цен никто не хочет здравствуйте здравствуйте итак в начале результаты опроса объявленные в предыдущей программе в прошлый раз мы вас спрашивали как вы считаете введение новой системы платон отразится на вашем кошельке и какие результаты мы получили до отразится 74 процента нет не отразится 13 процентов и затруднились ответить также 13 процентов эта тема не утихала долгое время и официальные власти пытались первое время ее не замечать но уже на этой неделе начались первые движения по снятию напряжения со стороны федеральной власти и так на этой неделе совет федерации одобрил поправку уменьшающие штрафы за неоплату проезда больших грузов почти в сто раз 450 тысяч до пяти тысяч рублей и спикер совета федерации валентина ивана матвиенко заявила следующее дальнобойщики это же не экстремисты какие-нибудь это трудяги работяги у них тяжелейший труд это наша ошибка ошибка законодателей ошибка правительства не досмотрели мы не доглядели неправильно мы сделали мы это признаем и быстро исправляем но здесь прям как в известном выражении одного из философов платон мне друг но есть и на дороже накануне же стало известно что всероссийская акция протеста дальнобойщиков все же продолжается и сейчас они организуют уже постоянный лагерь в химках недалеко от города москвы оттуда водителей будут пытаться донести свою позицию до власти планирует стоять до тех пор пока полностью не будет отменена система платон еще одна тема которой сегодня мы хотели поговорить это распространение порнографии в сети интернет настоящее время как нам стало известно россия является лидером по числу пользователей сети интернет около 25 миллионов пользователей являются несовершеннолетними время проводимое российскими пользователями в интернете по данным сми не поверите 13 часов в сутки крупнейшей социальной сетью в россии является сеть вконтакте порядка 120 миллионов пользователей в том числе 80 миллионов в россии крупнейшей поисковой системой в россии является яндекс 55 миллионов пользователей эти два ресурса являются крупнейшими отечественными источниками порнографии в открытом доступе тем временем в сети контакт существует около 55 объединений пользователей с присутствием в заголовке слова порно самое крупное из них насчитывает 757 тысяч участников в яндексе количество несовершеннолетних пользователей примерно составляет четверть аудитории и поиск по словам видео порно выдает 259 тысяч ссылок следует отметить что 90 процентов в частности порнографических материалов производятся за пределами российской федерации таким образом происходит проникновение всего этого в наш российский интернет естественно распространяется среди наших пользователей в том числе несовершеннолетних с такой проблемой к нам обратились обеспокоенные жители города архангельского областное собрание и мы на этой неделе провели круглый стол посвящен на этой проблеме с приглашением прокуратуры архангельской области роскомнадзора и провайдеров да мы позвали провайдеров как проводного интернета так и провайдеров которые распространяют мобильный интернет ну и собственно хотели пообсуждать с ними как специалистами которые разбираются в этом а какие же все-таки варианты есть для того чтобы запретить все это что есть у нас интернете с словами порнография для распространения особенно среди наших несовершеннолетних и выявили интересные факты в частности социальная сеть facebook которая вроде бы американская и мы все время и часто об этом говорим что американцы вроде ничего полезного для россия не делают тем не менее в этой сети практически отсутствует распространение порнографии то есть фейсбук как-то это блокирует а российская сеть вконтакте массово грешит этой проблемой и единственный наверное вариант это обращаться к руководству сети вконтакте для того чтобы они закрыли доступ к этому потому что сейчас отследить пользуется этой сетью взрослый человек или пользуется ей несовершеннолетний к сожалению не представляется возможным по всей видимости нужно блокировать вконтакте всю эту продукцию для всех прозвучали также предложение что можно сделать как и с платным телевидением то есть часть интернета будет абсолютно доступной для всех а те кто хочет так сказать посмотреть клубничку за это придется платить уже отдельно ну да сейчас у нас на всех телеканалов фактически есть платные пакеты для просмотра вот таких вот скажем запрещены для детей видео наверное стоит задуматься о том чтобы сделать законодательном уровне подобную инициативу чтобы весь интернет был в общем-то бесплатный доступен для всех но вся вот эта вот клубничка была доступна только для тех кто заключит дополнительный договор и говорит о том что ему 18 лет есть и он хочет действительно получать такой контент также провайдеры сегодня говорили о том что в общем то в открытом доступе находятся специальные приложения которые можно у них купить которые покупают родители они блокируют для детей различные сайты на которые по мнению родителей ребенок не должен заходить кроме того существует сайт лига безопасного интернета где каждый родитель может бесплатно установить для своего ребенка подобную программу которая не позволит ребенку заходить на вот такого рода сайты наверное нужно каждому родителю побеспокоиться о своем ребенке сейчас и поставить для пользования такое вот небольшое приложение также на круглом столе был озвучен вопрос о том что вообще родители сами должны воспитывать своих детей и смотреть какими социальными сетями дети пользуются и что они смотрят в интернете насколько это верно и можем ли мы с этим согласиться то же время не каждый родитель может отследить что его ребенок делает с мобильным устройством когда он находится вне дома а здесь к сожалению никакими слежками наверное да дело не обойдется здесь нужно обязательно блокировать этот контент потому что а сейчас в крупных заведениях есть вай-фай который также точно бесплатно доступен для всех детей и что он там смотрит во время отсутствия дома совершенно непонятно говорили о том еще чтобы покончить с этим надо принять федеральный закон и полностью запретить в стране порнографию поэтому хотелось бы узнать а что по этому поводу думают наши телезрители сегодняшний наш опрос звучит следующим образом как вы считаете надо ли ограничить доступность порнографических материалов в интернете и три варианта ответа да ограничить для всех да но ограничить только для лиц младше 18 лет или нет не надо ограничивать мы ждем ваших ответов наших социальных сетях facebook и вконтакте александр дятлов и екатерина поздеева и также на экранах телевизоров вы видите адрес нашей электронной почты до свидания до свидания всего доброго